Во всяком случае понятно, что нынешнее положение Армении, как внутриполитическая ситуация, так и внешнее положение Армении, уже не устраивает большинство населения, и люди хотят перемен. Мне кажется, что самая реальная возможность провести какой-то референдум, причем очень срочно это сделать в Арцахе, и попроситься в состав, я имею в виду Арцах, не Армению, попроситься в состав Российской Федерации. Что касается встречи Николы Пашиняна с Армянской общиной России, я думаю, что он не захотел этого, потому что он не ждет какого-то для себя положительного результата. Почему власти Армении допускают эти митинги? Ведь мы все знаем, что во время Карабахской войны, во время войны в Арцахе в 2020 году, да и в прошлых войнах, я имею в виду Первую Карабахскую войну, Украина не только поддерживала, но украинские граждане воевали на стороне Азербайджана. Движение «Сильная Армения с Россией за Новый Союз» ведет очень большую работу в этом направлении, в направлении сближения с Россией, в направлении поддержки военной операции России на Украине, и во все, что связано с Россией, и видит Россию вместе с Арменией в качестве такого союзного государства. Добрый день, в эфире «Рявунг ТВ». У нас в гостях главный редактор информационно-аналитического издания «Ноев Ковчег» Григорий Юрьевич Анисунян. Добрый день, Григорий Юрьевич. Спасибо, что пришли в нашу студию. Мы с вами встречались в прошлом году в июле, и тогда обсудили ряд актуальных проблем внутриполитических, внешнеполитических. И вот вновь с вами есть возможность встретиться, обсудить. Вы буквально вчера приехали в Ереван. Какие изменения вы обнаружили в Армении? Добрый день, Заруи. Я приветствую вас, и мне очень приятно быть в вашей студии. Здесь очень деловая обстановка. И отвечая на ваш вопрос, в первую очередь хочется сказать, что я еще не успел обозначить какие-то приоритеты. Но я видел, что идут массовые митинги по всему городу, народ проснулся, можно сказать, или просыпается, или идет этот процесс. Еще не ясно. Но во всяком случае понятно, что нынешнее положение Армении, как внутриполитическая ситуация, так и внешнее положение Армении уже не устраивает большинству населения, и люди хотят перемен. Об этом все время говорила оппозиция. Но сегодня вот это выливается, вот это выливается в какие-то движения. Но самое главное, я не вижу объединения. Объединения как оппозиции, так и тех сил, которые желают вот этих перемен. Да, люди выходят на митинги, но мне кажется, что эти митинги, они носят какой-то разрозненный характер. То есть одна партия устраивает митинг в одном месте, вторая партия в другом, а третье там движение и партия устраиваются в третьем месте. То есть в разных уголках Еревана происходят вот эти собрания, митинги, которые в основном направлены на то, чтобы нынешнее правительство ушло в отставку. Эти митинги носят мирный характер, и это очень радует. Но объединения нет. И мое такое убедительное представление о том, что без объединения ничего невозможно, без объединения, в этом я уверен на 100%. Как объединиться им? Конечно, эта задача может быть даже сложная, но возможно и только тогда, когда вот эти силы будут объединены, может быть какой-то результат. Это вот мое такое мнение. Вот я такой вижу Армению за этот один день, который я нахожусь здесь. Вы, как отметили, их объединяет только их требование отставки нынешней власти. А как к этому вопросу относятся Армяне в России к нынешним властям? Вы знаете, когда была смена власти в 2018 году, когда на смену президенту, вернее тогда уже премьер-министру Сержу Сарксяну, пришел Никол Пашинян, эта весть и это событие, так называемая Бархатная революция, была встречена очень многими положительно в России. Как и в Армении тогда. Да, и люди действительно ждали чего-то позитивного, лучшего, лучшей жизни. Это я о простом народе, а те люди, которые находятся на каких-то важных постах, они должны были почувствовать какую-то поддержку. Но, к сожалению, этого не произошло. А война осенью 2020 года положила в жирный крест на те надежды, которые были у армян, в данном случае мы говорим об армянах России. И сегодня очень многие, с кем я встречаюсь, с кем мы ведем интервью и так далее, они однозначно поддерживают вот это движение, которое началось сегодня в Ереване. И очень надеемся, что... Вы знаете, все армяне, которые проживают не только в России, по всему миру, они желают Армении не просто добра, но и процветания. И хотят, чтобы их историческая родина была эталоном, эталоном развития, эталоном добра, эталоном счастья на земле. И чтобы, когда есть возможность приехать сюда, получить не только радость пребывания, но и гордость за свою историческую родину. Но, к сожалению, сегодня очень многие этого не чувствуют. Поэтому очень многие воспринимают это именно как положительный шаг. Ну вот после войны 20-го года, и можно сказать, до сих пор, армянская политическая ситуация вообще зашла в тупик. И как выход, и вот как путь выхода из этой ситуации, вот это движение сильная Армения с Россией за Новосоюз, оно показало вступление Армении в союзное государство с Россией. Мы с вами тогда это обсуждали на нашей прошлой встрече. Для многих армян это стало неожиданным, такое вот видение дальнейшего развития Армении. Сейчас как к этой идее относятся в России армяне, вот вступление Армении в союзное государство? Если одним словом, по-разному, конечно. Есть люди, которые относятся к этой мысли и к этой идее очень положительно, то есть даже хотят чем-то быть полезной, как-то быть полезной. Но есть люди, которые не представляют этого, потому что не представляют тех механизмов, благодаря которым это возможно. Но у меня есть своя точка зрения. Я считаю, что во всем этом на первую позицию выходит статус и положение Арцаха. Сначала нужно решать вопрос Арцаха и после этого уже смотреть дальше. Сегодня Арцах практически сдан благодаря, в кавычках, благодаря тем усилиям, которые сегодня сделал Никол Пашиня. Я имею в виду встречу в Брюсселе, которая прошла в апреле, вот в этом месяце, с Алиевым. Я имею в виду все эти переговоры, которые ведутся и на других площадках. Вы знаете, и мы все знаем, что встречался глава МИД Армении с министром иностранных дел Азербайджана в Стамбуле. И эти встречи, они оказали такое пагубное влияние на судьбу Арцаха. Поэтому сегодня я уже не вижу способов сохранить Арцах, не то что независимого, а сохранить Арцах армянским. И мне кажется, что самая реальная возможность провести какой-то референдум, причем очень срочно это сделать в Арцахе, и попроситься, я имею в виду, попроситься в состав, я имею в виду Арцах, не Армению, попроситься в состав Российской Федерации. И тогда, значит, будет Арцах. Мне многие говорят, а вы знаете, как может Арцах быть Российской Федерацией, когда нет общей границы? Ну, мы все знаем, что нет общей границы между Российской Федерацией и Калининградской областью. Но Калининградскую область, никто не ставит под сомнение, что это территория России. Точно так же может быть территорией Российской Федерации Арцах. И тогда Республика Армения будет иметь общую границу с Российской Федерацией. А это уже серьезное решение всех политических, военных, экономических вопросов для Армении. Вот здесь уже можно рассматривать, в этом случае можно рассматривать уже союзное государство Армении и России. Я вот этот механизм именно в таком ключе вижу. Но ни со стороны Армении, ни со стороны руководства Арцаха пока не ведутся такие движения в эту сторону. Поэтому все остается очень-очень в напряженном состоянии. Сегодня мир там обеспечивают только миротворцы России, которые могут определенное время это сделать. Но после окончания срока их мандата, то есть через буквально 3,5 года, они могут покинуть Арцах. И что тогда оставить на съедение буквально азербайджанцам или армянское население должно полностью покинуть Арцах? Сегодня, мне кажется, что планы, которые разработали руководители Армении, Азербайджана и Турции, именно ведут к этому. После встречи в Брюсселе и после известной скандальной речи премьера о том, что необходимо спустить планку требований в отношении Арцаха, была встреча Пашиняна с президентом России. Какие основные результаты, на ваш взгляд, что важного вынесли из этой встречи? И еще был вопрос, поднимался вопрос, что премьер не встретился с армянской общиной России. На ваш взгляд, почему он не встретился и какие вопросы хотели с ним обсудить представители армянской общины? Ну, сначала о встрече двух руководителей Армении и России. Я думаю, что эта встреча, конечно, она была очень нужна, она была очень важной, так как, как вы знаете, идет военная операция России на Украине, и Россия должна знать, кто поддерживает этот шаг России, а кто там остается нейтральным или наоборот против выступает. Ну, в данном случае отрадно, что Армения поддерживает эту позицию, хотя заявляет о своей нейтральности, но это положительный шаг, и как я расценю, как положительный шаг. И эта встреча, вот в данном, в этом контексте, значит, эта встреча носит положительный характер. Но, к сожалению, вопрос Арцаха не был поднят премьер-министром Армении. И те больные вопросы, болезненные, вернее, вопросы, которые возникли перед, и возникают перед Арменией и Арцахом, не были подняты перед президентом России. И здесь я, вот здесь я вижу уже, так сказать, отрицательную сторону. Что касается встречи, значит, Николая Пашиняна с общиной, армянской общиной России, я думаю, что он не захотел этого, потому что он не ждет какого-то для себя положительного результата. Я считаю, что он эту, так сказать, предполагаемую встречу предугадал, что там будут очень поставлены очень острые вопросы. И он не имеет ответов на эти вопросы. Именно поэтому не захотел этой встречи. Это первое. И второе, значит, все те задачи, которые сегодня стоят перед Арменией, они остаются или на бумаге, и они не выполняются. И, знаете, сегодня население Армении, оно не требует от руководства отчетов. Может быть, требование выльется в эти митинги, во время этих митингов. Но нет. Но если была бы эта встреча, армянская община России потребовала бы отчетов за все встречи и в Брюсселе, и в Стамбуле, и все то, что сегодня происходит в правительстве Армении, в решении правительства Армении, в решении ях правительства Армении. Поэтому вот эта встреча не состоялась, она и не могла состояться, потому что человек знает, что его ждет. Ну, власти Армении, как вы уже отметили, они официально придерживаются нейтралитета в вопросе операции России на Украине. При этом армянская общественность здесь в начале апреля устроила большой пророссийский митинг, шествие с буквами «З», с выступлениями в поддержку России. есть также и другая позиция, тоже набирают тут людей, выступают против. Как к этому, как к операции относятся армяне в России, и как они относятся к действиям общественности Армении и к позиции властей Армении? Ну, начнем с того, что армяне России в своем подавляющем большинстве, может быть, и на 100%, они, конечно, поддерживают военную операцию России на Украине, потому что граждане России, это ведь граждане России, они понимают, насколько опасно то национальное движение, те националисты, которые восемь лет уничтожали граждан России, которые проживали на территории Донецкой и Луганской республик. Это первое. То есть, есть это понимание со стороны армян. И не имеет значения, они армяне или представители других национальностей. Сегодня население России в своей основе понимает значение этой военной операции. Россия была вынуждена проводить эту операцию. Многие там на разных социальных в разных социальных сетях выступают там. Вот, не надо было начинать военные действия и так далее. Россия была вынуждена начать эти военные действия, иначе уже была была бы нарушена сама безопасность России. И есть на это есть не только основания, но и конкретные доказательства. Эти доказательства в своей массе всегда информируются через все российские телеканалы и так далее. То есть сегодня россияне, армяне убеждены и поддерживают вот эту военную операцию. Что касается вот этих митингов, которые проходили за и против вот этой военной операции в Армении, мы все приветствуем поддержку России со стороны основной части населения Армении, но были и те, которые выступали против. Мы знаем, что и наша газета об этом писала, что организаторами этих митингов немногочисленных были украинцы, которые сбежали с Украины и значит хотят просидеть здесь тихо вот эту опасность и что-то хотят. Они не сидят. Не сидят, но они выходят на митинги, да. Сидят, я в том плане, что они здесь не воюют, а просто выходят и кричат агрессивные какие-то выкрики, вопли и так далее. И вот они вместо того, что если вы такие смелые, идите туда, на Украину, а не здесь, в Армении. Но во всем этом я вижу еще очень непонятную, так сказать, для меня момент такой непонятный. Скажите, пожалуйста, почему власти Армении допускают эти митинги? Ведь мы все знаем, что во время Карабахской войны, во время войны в Арсахе в 2020 году, да и в прошлых, так сказать, войнах, я имею в виду первую Карабахскую войну, Украина не только поддерживала, но украинские граждане воевали на стороне Азербайджана. А сейчас буквально, буквально вот после вот этого, после окончания, войны в Арсахе, по всему Киеву были огромные билборды развешены с поздравлениями Азербайджанов в победе, так называемой победе над Арсахом. А как это расценивать? И после этого находятся некоторые маргиналы здесь среди армян. Правда, их радует, что их очень мало, их единицы, но они есть, и я думаю, что даже против них нужно возбуждать уголовные дела, а не то, что им разрешать там кричать какой-то микрофон против России. Понимаете, как. Поэтому здесь я считаю, что правительство Армении оно как-то голову в песок засунуло. То есть мы ничего не видим, мы ничего здесь не пройдет. Сегодня уже вот эти полумеры просиживания на двух стульях и так далее вот это не проходит. Здесь уже нужно определяться ты или за или против и показать все как есть на самом деле. И вот я очень рад и приветствую, что значит движение сильная Армения с Россией за Новый Союз ведет очень большую работу в этом направлении, направлении сближения с Россией, направлении поддержки военной операции России на Украине и во все все, что связано с Россией. и видит Россию вместе с Арменией в качестве такого союзного государства. Это радует. Это радует. И сегодня приходит понимание все больше и больше приходит понимание как в диаспоре, так и здесь, что вот такой союз он необходим. Армения сегодня жизнь доказалась, сегодня Армения не может самостоятельно обеспечивать свою безопасность. К сожалению, я это говорю. И рядом с Арменией, вместе с Арменией должно быть сильное государство, которое может поддержать трудную минуту. И этим государством является Российская Федерация. Григорий Юрьевич, в России новый посол от Армении уже какое-то время. Какие изменения он привнес? Я встречался с господином Арутюняном. Меня радует тот факт, что он недавно приступил к своим обязанностям, всего два месяца, но меня радует тот факт, что то, что было создано до него, я имею ввиду армянская школа при посольстве Армении в России, культурный центр, который очень активен и работает, можно сказать, на очень высоком профессиональном уровне. И новый посол все эти институты культуры образов при посольстве он это сохранил. И совершенно недавно буквально на днях культурный центр провел мероприятие очень большое, нужное. Именно это мероприятие консолидирует армян, такие подобные мероприятия консолидируют армян России вокруг посольства и так далее. Что касается, и это меня радует, что посол в этом смысле себя ведет правильно. что касается политических и экономических связей, которые есть и должны развиваться, мне кажется, что об этом говорить рано. Это первое, и нужно посмотреть, нужно дать время для того, чтобы оценить деятельность нового руководства посольства. Григорий Юрьевич, большое вам спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин